Аэробус А380 Аэробус А380 Мы собираемся узнать об этом Инженерные идеи Аэробус А380 Это реактивный самолет Аэробус А380 Также известный как Супергигант Я отправляюсь в путешествие Чтобы узнать, как Аэробус связан С блестящими идеями Настоящего и прошлого Я собираюсь рассказать Об инженерных идеях Стоящих за самым большим в мире Авиалайнером Поразительные размеры аппарата Не вызывают ничего, кроме удивления Это единственный самолет Где пассажирские места Расположены, во-первых, по всей длине Фюзеляжа от носа до хвоста А во-вторых, на обеих палубах Верхние и нижние Ширина салонов составляет 6,5 метров Это их ширина И 50 метров в длину Он просто огромный А380 может поднять в воздух 853 пассажира Это на 35% больше, чем поднимает Его ближайший конкурент Он большой Его крылья столь огромны Что на каждом могут припарковаться 70 семейных автомобилей Но если крылья столь длинны Это приводит к проблемам Понятно, что самому большому самолету Нужны самые длинные крылья И они у него просто огромные Их размах практически с длину Футбольного поля Они должны поднять в воздух Людей и железо Общим весом в 560 тонн Верьте или нет Но если бы эти крылья Были спроектированы обычными методами Они были бы еще длиннее Так что А380 не смог бы приземлиться Во многих аэропортах мира А если летать некуда, то нет смысла летать Чтобы предотвратить проблемы с аэропортами Существуют международные стандарты На размер воздушных судов И ограничение на размах крыла Составляет 80 метров Чтобы отвечать стандартам Крылья нашего аэробуса должны быть короче Но лишь до той степени Чтобы самый большой в мире самолет Смог подняться в небо Разработчики из компании Airbus Нас нашли блестящее решение Почерпнутое из животного мира Но что именно они почерпнули? Я собираюсь сделать первые шаги В своем расследовании Аэрокосмический инженер Доктор Питер Баррингтон Предлагает мне посмотреть Как создает подъемную силу Крыло обычного самолета И лучшее место для этого Его аэродинамическая труба В Лондонском университете Кингстона Чтобы воздушный поток стал видимым Питер дал мне ручную дым-машину Питер, как действует эта штука И как можно объяснить ее работу? В общем, весь смысл крыла В форме его профиля И именно он определяет характер Обтекания крыла Над крылом поток движется быстрее Чем под ним Исходя из этих соображений Обеспечение разности скоростей потока Проектируется крылом В результате над крылом Создается область пониженного давления А область высокого давления Образующуюся под крылом Давит вверх И создает подъемную силу Для всего самолета Получается, что подъемная сила Как и сам полет Возможно, лишь благодаря Такому профилю крыла И этот же равномерный поток Создает подъемную силу По всему размаху крыла Ну, или почти по всему Питер собирается показать мне Какие недостатки есть у обычных крыльев Подвиньтесь немного сюда Видите, что происходит Когда вы подносите к краю Еще ближе Прямо на самый край? Да, именно Вот вижу А теперь на краю крыла Воздушный поток Выглядит совершенно иначе Вместо спокойного И равномерного движения Мы видим вихревые потоки воздуха Это называется Концевым вихрем крыла Зона высокого давления Перетекая вдоль кромки крыла Переходит на его верхнюю поверхность И начинает давить вниз Вот эти последние 5% Поверхности крыла Практически бесполезны Они не обеспечивают Прироста подъемной силы Этот вихрь показывает Что на законцовке крыла Подъемная сила не возникает Следовательно, такое крыло Длиннее, чем необходимо И для нашего супергигантского самолета Это супербольшая проблема Эта модель А380 Была пропущена Сквозь пелену подсвеченного дыма Тест показал Что самые длинные в мире крылья Будут страдать От мощных концевых вихрей Чтобы компенсировать Потерю подъемной силы Крылья А380 Должны быть длиннее Гораздо длиннее Чем допускают Международные стандарты Конструкторам Airbus Пришлось поломать голову Чтобы подогнать крылья Под требования стандарта Случилась история Которая раскрыла тайну Птичьего полета На следующем этапе Моего расследования Я встречаюсь с другим Экспертом по аэродинамике Но я слышал Что с этим экспертом Будет сложнее Его зовут Казак И он степной орел Вид, названный В честь широких степей Центральной Азии Честно говоря Я немного Я имею ввиду Я под впечатлением От него По своей природе Казак-падальщик И его образ жизни Преподносит ему Очень похожую проблему Что и у нашего аэробуса Он полетел Чтобы парить Высоко над степью В поисках пищи Ему нужен термик Восходящий поток воздуха Примерно 20 метров шириной Но как и у А380 Его крылья не могут быть Слишком длинными Иначе Большой радиус разворота Выкинет его из термика И поэтому Его крылья Прекрасно приспособлены Для создания Максимальной подъемной силы При их минимальной длине И сегодня Орел согласился Поучаствовать В необычном эксперименте Грэм Тейлор Заолог Оксфордского университета Собирается показать мне Как казак Справляется с концевыми Вихрями крыльев Снимая его крылья В полете Это маленькие Беспроводные видеокамеры Вы можете установить На него камеру? Конечно Надо только уметь В установке камер Тейлору помогают Ассистенты Теперь он готов К съемкам На что же мы надеемся? Эти камеры направлены Вдоль крыльев Верно? И мы должны увидеть Как это все работает И что там происходит Удивительно Отлично Полетел Пошел, пошел Давай лети Как же красиво Казак устремился В далекую синюю ввысь И мы это видим Через камеру Вот теперь видно Что там Прямо вдоль крыла Это то, что мы ищем? Да, именно то Казак управляет Перьями на концах Своих крыльев Чтобы увеличить Подъемную силу До максимума Он поворачивает их Вверх Почти до вертикального положения Вот оно Решение проблемы Концевых вихрей Крыльев Для повышения Эффективности в полете Когда он парит в термиках Как вы уже видели Его крылья Все время испытывают Сильную нагрузку И когда это происходит Перья на концах крыла Максимально изгибаются И поворачиваются И разрушают вихрь Который образуется На концах крыльев Именно Таким образом Казак создает Особый вид Законцовки крыла Который называется Ласт Или Винглет Это природное приспособление Служит барьером для вихрей Препятствуя круговому Перетеканию воздуха Из-под нижней поверхности Крыла И поэтому Ему не нужны Длинные крылья Достаточно коротких Но более эффективных Вопрос в том Смогут ли инженеры Приспособить Изобретение природы К крылу Аэробуса А-380 Этой птичке Весом в 560 тонн Существует Скрытая связь Между крыльями Самого большого В мире авиалайнера И крыльями Орла Во время опытов В аэродинамической трубе Инженер Питер Баррингтон Показал мне Как крылья авиалайнера Страдают От закручивающихся На их концах вихрей Теперь мы хотим Решить проблему Это решение Придуманное Благодаря Орлиным перьям Называется Винглет Хорошо Посмотрите на поток Сейчас Как мы и ожидали Вокруг основной части крыла Движется ровный воздушный поток А если поднести К краю крыла Но здесь же были Те самые спиральные вихри Что вы теперь видите? Вихрей больше нет Теперь он равномерный Вихрь пытается закрутиться На конце крыла Но дорогу ему перекрывают Законцовки То есть все так просто Это обычный барьер Который не дает воздуху Двигаться по кругу Да, точно И в итоге мы выигрываем Длине крыла настолько Да, вот так Вихрь как бы срывается С конца крыла И уходит вверх На винглеты Теперь вся несущая плоскость Создает подъемную силу Действует так же эффективно Как и удлиненное крыло Вот что делал орел Полагаю, если бы у нас Было столько времени Сколько потребовалось орлу Для эволюции Мы смогли бы сделать их Еще чуточку короче Чтобы свести к минимуму Размах крыла Винглеты необходимо Установить почти вертикально Практически Как на крыльях орла Получается, что орлы Действительно отменные летуны Да, точно Самый большой в мире Ареалайнер Был спасен Благодаря удивительному Изобретению Матушки природы Но решение одной проблемы Приводит к появлению другой Когда такой монстр Находится в коммерческой Эксплуатации Как свести расходы К минимуму В жестоком бизнесе Авиакомпании Каждый килограмм Это деньги Дополнительный вес Это дополнительный расход Дорогого топлива Поэтому А-380 Должен сидеть На строгой диете Здесь, на линии Окончательной сборки Мне бы была уникальная Возможность Увидеть все его внутренности Мы никогда не сможем Увидеть всего этого Ведь оно будет спрятано За обшивкой Стенами, креслами И прочими элементами комфорта Но сейчас, увидев голый остов Скелет самолета Я поражен Прежде я думал Что единственной Рукотворной вещью Столь же или более величественной Будет каменное здание С толстыми стенами Но здесь Без всей этой Пластиковой мишуры Можно видеть Что на самом деле Скрывается Солидным обличием Боюсь признаться Но выглядит все это Достаточно хлипко Даже внешняя обшивка Аэробуса Должна быть Как можно легче Особенно, когда она Покрывает поверхность 3000 квадратных метров Поэтому инженеры А-380 Трудились над тем Чтобы уменьшив вес самолета Не сделать его Слишком хрупким Поиски того Как им это удалось Отбросили меня На столетия назад К гениальному решению Связывающему А-380 И древний Но смертоносный Монгольский лук Но сначала Я приехал сюда На заброшенную базу ВВС В Восточной Англии Чтобы провести Несколько собственных Испытаний Сверхлегких Авиакосмических Материалов Пол Хок Материаловед Из Лондонского университета Будет моим гидом И он привез Тяжелую артиллерию Вместе с необычными Боеприпасами Курами Сходная методика Лежит в основе Испытаний Авиадвигателей И лопаток турбин Верно? Да Авиакосмическая индустрия Использует Куропушки Для имитации Столкновений с птицами На высокой скорости При взлете Это очень важный Тест на прочность Внешней обшивки самолета Пробитый фюзеляж Может привести К разгерметизации салона И вызвать удушье У пассажиров Либо удар птицы По крылу Может привести К потере управления самолетом Сначала ножки? Я не знаю Как их выбирают? Вот эту? Давайте эту Она стоит того Сейчас будет очень грязно Не так ли? Я об этом не подумал Да, будет Курица заряжена Пол настраивает Куропушку На обычную Взлетную скорость А-380 Это будет удар На скорости 290 км в час Так Включаем Но кто выживет? Курица Или алюминий? Готовы? 5, 4, 3, 2, 1 Огонь! Курочке не повезло Потрясающе Конечно Немного деформировалось Но кусок не развалился Есть небольшое углубление Но никаких Катастрофических дыр Однако снижение веса Самого большого авиалайнера Это необходимость Итак, что будет Если мы проверим Более тонкий алюминий Всего 9 десяток Это для экономии веса То есть если мы решили Что вот эта штука Слишком тяжела Мы используем железку полегче Ну почти так Выдержит ли она? Вау! Прошла насквозь Напомните мне Мы же не использовали Никакой пищевой фольги И подобных вещей Так и есть Но как так получилось? Почему лист не выдержан? Ну на самом деле На самом деле из-за малой толщины Есть определенный уровень прочности И уменьшая толщину материала Вы соответственно Снижаете его прочность В этом вся проблема алюминия Как только мы делаем его легче Как здесь Получаем большую дыру фюзеляжа Тонкий алюминий достаточно прочен Чтобы служить внешней обшивкой самолета Но он недостаточно хорошо Противостоит ударам На высокой скорости Он изгибается А затем рвется Словно лист бумаги Ни один самолет Не может так рисковать Когда на борту Столько пассажиров Но разработчики аэробуса Нашли способ Сделать алюминий Одновременно и тонким И прочным И вот здесь появляется Лук из Монголии В 12 веке Правитель Монгольской империи Чингисхан Поставил перед собой цель Завоевать весь мир И он решил истребить противников С помощью лучников Этот большой лук Очень мощное оружие Сделанное из цельного куска дерева Прочность дерева Должна быть достаточной Чтобы выдержать силу изгиба Создаваемую весом человеческого тела Но для захвата мира Чингисхану нужны были такие луки Из которых воины Его очень подвижного войска Могли стрелять Сидя в седле Я собираюсь разобраться в проблеме Вместе со Стивом Ральфсом Мастером лука Стив, я могу понять Как это все работает Теории Ну, лошадь, мобильность, оружие Все отлично Но как он на самом деле работает Первый выстрел отсюда Слева от лошади И вот раз, два, три И потом Обратно Четыре Так, давайте я попробую Извините Если мне что-то и нужно То это компактное оружие У меня руки запутались Я не могу И я могу поручиться Что большой лук Это точно не оно То есть проблема стрельбы Из большого лука В его длине Но что будет Если вы попробуете Сделать более короткий лук Той же мощности Из цельного куска дерева Я вам даю короткий лук И кое-какой доспех Вот У вас ничего не получилось И вот почему Когда лук натягивают Внешняя его часть растягивается И он становится длиннее Чем в ненагруженном состоянии Но внутренняя часть Сжимается Делаясь короче Поэтому лук должен Одновременно выдержать Две разнонаправленные силы Когда у нас более короткий лук Изгиб намного сильнее И дерево не может Этого выдержать И у монголов Появилась блестящая идея Если у нас две разные силы То можно использовать Два разных материала Это рог Рог буйвола Его они использовали Вернее его часть Которая очень прочная Она работает на сжатие И отлично справляется с задачей А на внешней стороне Слой сухожилий Как вот это Который отлично растягивается Но я могу его легко порвать Слегка сжат Эти сухожилия Из ног самки оленя Волокна жил Очень эластичные Совмещение свойств Рога и сухожилий Привело к появлению Совершенного оружия Вы крепите сухожилия К этой внешней части лука А пластины из рога На внутреннюю часть На утолщение И получаете Ту же длину натяжения тетивы Только с очень коротким луком А если бы то же самое Сделали с деревянным Как сделал я Ну вы уже видели результат А здесь можете натягивать И получается большой изгиб Прямо чувствуется С рогом буйвола Внутри и сухожилием На внешней части Лук может как растягиваться Так и сжиматься Он как резиновый Вы можете почувствовать Растяжение сухожилия Монгольские луки Были достаточно короткими Чтобы вести огонь с лошади И достаточно мощными Чтобы поражать цель С 300 метров Монголы придумали Не просто отличное оружие Но отличную идею Композиты Возьмите два материала Обладающие свойствами Соедините их вместе И получите что-то намного лучше Как говорил Чингисхан Все просто Когда знаешь как Возвращаемся в 21 век Эти композитные панели Внешней обшивки А380 Сделаны из двух материалов Как рог буйвола В монгольском луке Здесь легкий алюминий Обеспечивает прочность Но в случае сильного удара Он деформируется И в конце концов Прорвется Как из сухожилия Мне в нашем луке Так и тут Нужен второй материал Чтобы добавить прочности Пол Хок Предложил мне Удивительную вещь Стекло Естественно оно разбилось Я понял что оно разобьется Теперь расскажите Почему оно разбилось И как это произошло Ну это очень хрупкий материал Он деформировался Трещины разошлись Некоторые по всей поверхности Как тут Вот и вся недолга Обычный лист стекла Очень хрупок Выглядит очень гладким Но он испещрен Микроскопическими трещинами Случайный удар Заставляет трещины Распространяться По всей поверхности Самолет из него не построишь Но я собираюсь выяснить Можно ли сделать стекло Настолько прочным Чтобы оно выдержало Взрыв бомбы Внешняя обшивка Самого большого в мире Авиалайнера А-380 Должна быть сверхлегкой И сверхпрочной Поэтому разработчики Позаимствовали идею Монгольского лука Из 12 века Они совместили Два материала Создав композит Первый материал На А-380 Это легкий алюминий Но второй Должен быть невероятно прочным Чтобы противостоять Столкновениям На высокой скорости Только посмотрите Материал овет Пол Хок Собирается показать мне Очень необычный вид стекла Просто поместить сюда, да? Держите над пламенем Двигайте туда-сюда Прямо в огне И поворачивайте Чтобы распределять нагрев При температуре Около полутора тысяч градусов Цельсия Стекло становится жидким Чувствуете, оно становится мягким Как будто течет Оно изгибается Пошли Ничего себе До сих пор не порвалось Вам, может, не видно Но стекло до сих пор целое Вот так Это же обычное стекло Совершенно обычное стекло Которое мы сейчас наматываем Как это у нас получилось? Как? Оно теперь более тонкое Поэтому более гибкое Но сейчас на его поверхности Нет дефектов и трещин Благодаря этому Вы можете его изогнуть И не разбить Это стекловолокно И оно очень отличается От обычного стекла Без трещин Такое стекло поразительно прочное Оно в 6-10 раз прочнее стали Если бы это был стальной провод Но это же стекловолокно Может поднять в 6-10 раз больше веса Чем стальной провод Я поражен этой штукой Из стекловолокна можно соткать полотно Как из текстильной нити Следующий шаг Это добавление жидкой смолы Когда она высыхает Она склеивает волокна вместе И мы получаем стекло В его самом прочном варианте Стеклопластик Посмотрим, сможем ли мы Разбить такое окно Это молоток Просто ударить? Это из стекла Сделано, верно? Ну да Ударьте как следует Стеклянные волокна Обеспечивают прочность Отдельные волокна рвутся Но трещины не распространяются От одной к другой Поразительно прочные А стеклопластик Становится прочнее Когда его смешивают с алюминием Такая штука называется Алюминий, армированный стеклом Или просто алюаз В его связующих Чередуются слои алюминия И стекловолокна Алюминий обеспечивает твердость Как рог в монгольском луке Стеклопластик Играет роль сухожилия Он компенсирует Недостаток прочности алюминия Как же алюаз Противостоит нашему Ужасному куромету Стекловолокно Не дает трещинам Разойтись по слоям алюминия Что мы уже видели Я не обманываю Толщина алюминиевой пластины У нас прежняя В прошлый раз она порвалась Надеемся, что Выглядит она непрочно И очень легкая Маленький лук Сделанный из одного материала Сначала изгибается А затем ломается Лук из двух материалов Внешняя обшивка самолета Из одного материала Сначала деформируется А потом рвется Сможет ли композитный материал Противостоять удару Я прошел сюда В конец куриного стрельбища Потому что хочу увидеть Что же произойдет Когда курица ударит в алюаз Сломает она его Или отлетит Я хочу увидеть Как это сработает Готов, Ричард? Да, отсчитывайте Три, два, один Огонь! Конечно, не очень приятно Стоять рядом с пролетающей курицей Но лист выдержал Она не пролетела насквозь Вмятина есть Но наш материал выдержал Сработало Два совмещенных материала Действуют лучше, чем один Но сможет ли алюаз Противостоять нападению террористов Например, взрыву бомбы В своих опытах Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов Поместило пластид В багажное отделение Сделанное из алюминия Армированного стекла И каков результат? Это коробка Усиленное стекловолокном Для разработчиков А-380 Алюаз является Прекрасной комбинацией Высокой прочности и малого веса Что необходимо для авиалайнера Таких размеров Более 470 квадратных метров Внешней обшивки А-380 Выполнено из алюаз Он на 25% легче алюминия Это одна из причин, по которой у самого большого в мире авиалайнера Расход топлива на одного пассажира меньше, чем у семейного автомобиля И благодаря композитам, которых не было бы без монгольского лука Он достаточно прочен для противостояния неприятностям во время полета Даже когда пилот новичок Ричард, если вы хотите взять пилотирование на себя Положите руку на штурвал, чтобы я передал управление Можно? Поверните штурвал полностью вправо Ничего себе! Легкий, как пушинка А фигуры высшего пилотажа мы будем выполнять? Когда самолет в воздухе, гигантские размеры аэробуса не помеха На следующем этапе моего расследования я собираюсь узнать Почему размер создаёт проблему, когда А-380 прибывает на взлётной полосе Это штаб компании Airbus в Тулузе на юго-западе Франции Гнездо, где выводят самых больших в мире птиц Это место просто потрясающе Здесь всё огромное Линия окончательной сборки протянулась примерно на полтора километра в длину, а в высоту на 50 метров Это здание настолько огромное, что уже ходят слухи, мол, они могут сами себе облака под потолком заказывать В таком масштабе человек кажется маленьким и жалким Полностью собранный А-380, самый длинный, самый широкий и самый высокий авиалайнер в истории Верхние выходы находятся примерно в 8 метрах над землёй И вот здесь начинаются проблемы В экстренной ситуации пассажирам придётся преодолеть немалый путь, чтобы спастись Это эвакуационный тест А-380 Согласно международным нормам, все 853 пассажира должны эвакуироваться через 8 из 16 выходов У них есть всего 90 секунд Примерное время, чтобы успешно спастись во время пожара Для спасения жизни пассажирам нужен путь для эвакуации И самый быстрый Они в ловушке на высоте трёхэтажного дома, им некуда деться И как результат, у А-380 самый длинный спасательный трап Но по международным нормам, трап должен надуться всего за 6 секунд Так, чтобы успевшие первыми пассажиры не создали заторы на выходах Единственный способ осуществить задумку — это объединить трап для эвакуации пассажиров И устройство, предназначенное для убийства Чтобы доказать это, я собираюсь построить и испытать свою собственную модель такого трапа Моя подушка безопасности — 50 метров длиной Даже в этом случае мне потребуется 80 таких подушек, чтобы получить объём, как у трапа на А-380 Может, надуть её будет не так трудно? Спасательный трап по сути является такой огромной подушкой И в экстренном случае нужен эффективный метод для его наполнения Он должен быть таким же простым, как и надувание шариков Подключая нашу подушку к баллону с газом, мы пытаемся надуть за 6 секунд, как сказано в правилах Отлично! Готовы? Три, два, один Надувается Шесть Проблема в том, что произошло всё недостаточно быстро Через 6 секунд подушка всё ещё слишком мягкая, чтобы выдержать спасающихся пассажиров Поэтому разработчики А-380 воспользовались своим секретным оружием Мощью ракеты Я покажу на примере ракеты 19 века, потому что так легче увидеть ключевой момент Дымный порох В своё время эти ракеты были очень точными Но они выделяли много газа Именно того, чем нам нужно заполнить подушку Всё, что мне надо, это убедиться, что ракета закреплена и не двигается Вот она ракета Подключаем её сюда, к задней части, по этой трубе, к подушке Естественно, ракета направлена в противоположную сторону Потому что выхлопные газы, а не ракета, должны идти в подушку Крепим Так, нужен огонёк В этот раз я использую ракетные газы в качестве ускорителя и смешиваю их со сжатым газом Но будет ли это достаточно, чтобы за 6 секунд наполнить подушку? С одной половиной подушки ракета справилась неплохо Но вот с другой Если трап надуется не до конца, это будет стоить жизни людям Ракета определённо сработала быстро Но газа всё равно недостаточно Нам нужно надуть туда гораздо больше воздуха И чтобы это осуществить, разработчики аэробуса воспользовались этим Это называется аспиратор, но по сути это всего лишь труба В том месте, где труба сужается, ракетные газы, истекающие под давлением, начинают двигаться быстрее Это создаёт эффект вакуума Всасывается всё больше окружающего воздуха для надувания трапа Но достаточно ли этого для превращения оружия в спасательное средство? Ошеломительный успех Спокойно надулось за 6 секунд Две трети газа в подушке – это чистый воздух Он попал туда благодаря аспиратору Вот так спасают людей, используя реактивную силу Работает, отлично работает Как оружие она никудышная, но как средство для спасения людей она изумительна С этим устройством трапы на А380 надуваются за 4 секунды На 2 секунды быстрее, чем требуется по стандарту Во время тренировок все 853 пассажира эвакуировались за 78 секунд То есть быстрее ограничения в 90 секунд Благодаря трапам на реактивной силе Аэробус официально сертифицировали налётную годность Но разработчики надеются, что этими трапами никто никогда не воспользуется Не к чему говорить, что если вы инженер, лучше позаботиться о том, чтобы экстренные ситуации вообще не возникали Но в любом полёте возникают случаи, сопряжённые с опасностью Приземление – очень важный момент встречи шасси с землёй Самый большой в мире авиалайнер весит 560 тонн Почти столько же, сколько и 200 семейных автомобилей Но лишь одна технология должна обеспечить доставку на Землю всех 853 пассажиров в целости и сохранности И я собираюсь узнать о ней Собственноручно приземлив самый большой в мире авиалайнер в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке Это необычный заход на посадку в Нью-Йорке Я вместе с пилотом Питером Чендлером в ультрасовременном симуляторе полёта А-380 Он покачивается на огромной гидравлической системе, отлично имитируя кабину самолёта Настолько реалистично Сердце замирает Если вы готовы, я передаю вам управление и настрою конфигурацию самолёта Выпускаем шасси Теперь мы держимся по ветру, который... Сконцентрируйтесь, следите за зелёным перекрестием Вам надо немного поднять нос, извините Питер следит за двигателями и скоростью, облегчая мою задачу Но я всё равно держу штурвал, контролируя высоту и направление До самого приземления Чтобы направить левее, сейчас возьмите штурвал влево Отлично Нормальное мягкое приземление требует очень низкой скорости снижения Примерно один метр в секунду – это медленнее, чем скорость пешехода Чуть-чуть штурвал на себя Скорость снижения, скорость снижения Торможение Что это значит? То и значит Отлично Я приземлился на скорости вдвое больше обычной, поэтому симулятор неплохо встряхнул меня За это время я прилично вспотел В реальных условиях шасси аэробуса амортизировали бы этот удар Каждая колесная пара оснащена мощным амортизатором Очень важной технологией для успешного возвращения людей на Землю Самый нашумевший случай в гонконгском аэропорту Кайтак в 93-м году был записан на видео Боинг 747 во время посадки попадает в сильный порыв бокового ветра В то время как он бурится с ветром, одна пара колес получает сильный удар Тем не менее, все обошлось Шасси аэробуса рассчитаны на такие экстремальные приземления Даже когда вертикальная скорость спуска в 4 раза выше норма Но массивный А-380 на 40% тяжелее Боинга 747 И это поразительный факт В основе шасси А-380 лежит тот же принцип, что позволяет катиться вашему велосипеду Инженер Тотто Дескино желает доказать это на удивительном эксперименте Это дублер А-380 Фианино весом в 200 килограммов Его собираются сбросить с крана, и оно упадет на скорости 30 км в час Но Тот решает, что он может смягчить падение, применив тот же принцип, что и в шасси нашего аэробуса Принцип заимствован из старинного, но отличного изобретения Вы можете сделать амортизатор из обычного велосипедного насоса Если дырочку сделать чуть уже, воздух не сможет легко выходить, и он останется там сжатым, сопротивляясь моей руке Вот так Он больше не накачивает, он накапливает энергию Огромный амортизатор аэробуса выглядит как тяжеловесная высокотехнологичная штуковина Но Тот считает, что это всего лишь цилиндр с поршнем внутри То есть гигантский велосипедный насос Большой кусок фанеры, пианино находится на нем Вот что мы сбросим с крана Мы поместим велосипедные насосы под пианино, и это будет выглядеть как забор из пальцев, торчащих из-под всей конструкции То есть эта конструкция становится нашим шасси, нашим посадочным приспособлением У Тотда все идет хорошо В то время как я узнаю, с чем нам придется столкнуться Для любого эксперимента, где важна точность, нужен контрольный объект Таким объектом будет наша пианино Сейчас это просто пианино без шасси И я подумал, что было бы интересно увидеть, как она упадет Мы начинаем Посторонись Не очень хорошо приземлилась Если полностью загруженный А380 когда-нибудь так упадет, последствия будут печальными Удивительно, что он работает по тому же принципу, как и обычное повседневное устройство Итак, можно ли в действительности спасти пианино, используя только велосипедные насосы? Шасси самого большого в мире авиалайнера очень похожи на несколько огромных велосипедных насосов Инженер Тотто Дескино попытается доказать это, построив шасси для пианино из велосипедных насосов Пианино стоит на фанерном листе, чтобы при падении находиться в горизонтальном положении Он крепит насосы к фанере, так что при падении они первыми соприкоснутся с землей и надавят на поршни Тот тщательно высчитал потребное количество насосов Сотня насосов? Как вам цифра? Как не цифра? Интересно, вы тут работаете? Способ близкий к безумию Амортизатор А380 наполнен не воздухом, а жидкостью Одна бутылка воды И Тот делает то же самое Для сжатия жидкости нужно применить больше силы Следовательно, такой насос выдержит более сильный удар Когда вода выплескивается из этого отверстия, энергия падающего пианино поглощается И вот эта энергия, ушедшая вместе с водой, обеспечит гашение скорости? Оно приземлится и получится вот так После пробного запуска Тот находит то, что искал Подходящий амортизатор К сожалению, велосипедные насосы не рассчитаны на воду Вскоре все сто насосов дали течь уже на последних этапах И теперь это гонка за временем Если вам кажется, что мы спешим, то так и есть Капает Сто маленьких капелек, и я боюсь, что каждая капля воды из насосов уменьшает степень амортизации Будем надеяться, что все-таки это сработает Тот решает, что надо провести эксперимент, пока в насосах еще осталась вода Мы должны сбросить пианино как можно быстрее Притворить теорию в практику Это наша приземляющаяся модель, заполненного пассажирами А-380 200-килограммовое пианино вот-вот рухнет на скорости 30 км в час 100 велосипедных насосов готовы амортизировать удар, сжимая воду Сможет ли такое шасси предотвратить катастрофу при посадке? Это была моя идея или ваша? Ваша, спасибо 5, 4, 3, 2, 1 Как результат? Отлично Я верил, что сработает Ну, ожидал трагедии, но только посмотрите На повторе видно, как выплеснулась вода Оно до сих пор выглядит как пианино, но играет ли оно как пианино? Давайте, сыграйте что-нибудь Ладно, я не умею играть, но зато оно живое, это самое главное 100 велосипедных насосов было достаточно, чтобы аккуратно приземлить пианино Когда приземляется А-380, шасси самолета амортизируют удар точно так же Но там всего лишь 5 амортизаторов, по одному на каждую пару колес Вместо воды в цилиндрах масло, оно более вязкое и поэтому может амортизировать более сильный удар 560 тонн ударяются об землю и 853 пассажира почти не чувствуют этого И все благодаря велосипедным насосам Аэробус А-380 – настоящий триумф высокой инженерии Каждая отдельная деталь трижды проверяется и доводится до совершенства Но меня восхищают те идеи, которые стоят за технологиями И которые делают этот авиалайнер современным чудом Крылья можно считать изобретением матушки природы А совершенной внешней обшивки самолета просто не существовало бы без мудрости монгольских мастеров И требовался уникальный человеческий гений, чтобы превратить машину для убийства в машину, спасающую жизни Это на самом деле просто Программа озвучена студией Арк-ТВ Текст читал Петр Табелевич Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова